Средства гигиены, одежда, постельные принадлежности химчане несут в пункт сбора. Самое необходимое – все это помощь пострадавшим после наводнения в Иркутской области. Елена Петрова – одна из неравнодушных. Признается, к акции подключилась вся семья. Не жалко ни шуб, ни дубленок, ни шапок. Все новое, чистое. Им, иркутянам, сейчас нужнее. Дети отреагировали, пуховики отдали хорошие, потому что состояние обеспечить себя. Ну, в общем, не остались равнодушными, честно скажу. Не смогли остаться равнодушными. Уже сейчас химки собрали 180 ящиков с помощью – 700 килограммов груза. Следят за порядком волонтеры, а шефствует общественная палата округа. Свою лепту внесли и глава округа, и областной министр по соцкоммуникациям. Хотела пользусь случаем поблагодарить всех, кто в этом участвует. У нас такая большая страна, у нас такая, скажем, природа богатая. Накладывают определенные отпечатки. Помните, у нас были в прошлые годы тоже наводнения. В этом году случилась, к сожалению, такая история. Свыше 35 точек сбора помощи. Более 40 желающих помочь муниципалитетов. Только по Московской области. Порядка 1160 тонн сейчас собрано, соответственно, всевозможного гуманитарной помощи. Я думаю, что к моменту, когда мы все-таки с МЧС будем вывозить, а это 19 числа, этот груз, я думаю, что будет намного больше. Вот сейчас уже химки попросили на тонну больше, как минимум. К гуманитарной помощи будет еще больше, уверен Дмитрий Волошин. Это наша общая беда. Мы едины и в тяжелые моменты встанем плечом к плечу. Мы благодарим наших жителей. Абсолютно никто не остался равнодушным. Все включились. И вот это и есть настоящее единство, когда мы вместе помогаем тем, кому сегодня тяжело. Сбор помощи будут вести вплоть до 19 июля. После все соберут в единый груз и бортом МЧС отправят в Иркутскую область. Сейчас, по сообщению представителей общественной палаты, основной запрос, чего очень не хватает пострадавшим, это постельные принадлежности, одеяло и теплые вещи.